у нас очень много тем серьезно я как бы начну с каких-то мелочей которые тоже имеют некое важное значение сегодня вышло интервью в журнале профиль которая я давал одной такой молодой способной корреспондентки этого журнала это не первый раз я так поступаю я перед этим коммерсант власть давал на такие интервью я время от времени даю интервью такой либеральный прессе с явной установкой враждебной у профиля по многим причинам которые не буду комментировать как бы основание для этого враждебной установки еще больше я понимаю на какой риск иду я это интервью дал и надо сказать что корреспондентка повела себя абсолютно достойно ничего особенно не исказило она просто снабдила это все соответствующим загоровком из которого явствует что я раскрыл заговор антимайданных сил которые хотели свергнуть путина это личное мнение корреспондентки которая так сказать имеет право делать любой врез но с точки зрения либеральных очень людей ну еще вдобавок имеющих некую установку много определенное отношение к движениям которые активно противодействуют бандеровцам да а профиль относятся к числу этих изданий вообще такой минимум говорит о том что не обязательно каждый либерально ориентированный человек который даже враждебно к тебе ориентирован будет делать ком обязательно гадость у нас же кое ощущение что обязательно сделают каком страшные кадры стич абсолютно порядочно вела себя это корреспондентка и журналист этот да говорю что только сделав к этой абсолютно точно ничего не искаженные потому что не моим словам как бы публикации два действия сократив ее в четыре раза и дав ей врез который выражает ее собственную позицию не имеет никакого отношения к моей хотя честно говоря я даже так не могу сказать и здесь я как бы обращаюсь не только ко всем здесь сидящим но поскольку это же выйдет в интернете но и ко всем кто так сказать это будет смотреть дорогие мои включая людей которые как бы имеют какое-то отношение к происходящим процессам во первых когда я что-нибудь говорю вы начинаете сразу сердиться и обычно говорю что то к чему имею основания и второе когда говорят что ведь плохое предположим о сути времени типа того что там суть времени будет заниматься какими-нибудь там хулиганскими выходками или оружием или чем-нибудь еще то вы проверяете кто говорит потому что именно это было сказано корреспонденту журнала профиль именно это говорилось еще в нескольких местах поэтому там возникает некая композиция которая не имеет никакого отношения к реальности и все кто в нее поверят пока что очень глупом положении суть времени была есть и будет предельно анти экстремистской организации предельно никогда ничего связанного с экстремизмом не будет вот мы считаем что украинская суть времени исполняет свой долг на донбассе и мы помогать этому будем всячески да и паровольцы поедут и расширяться это будет и мы счастливы что это так и гордимся этим но все что касается россии никаких малейших телодвижений которые сколько-нибудь знаю на мили-мили-мили граммы там нанограммы отдавали экстремизм с и время никогда не сделает не дождетесь наоборот все будет наоборот все будет прямо обратным образом вот именно мы и продемонстрируем этот самый предельный антиэкстремизм и в этом смысле этому посвящены все мои беспокойства по поводу майдана и антимайдана и того как они связаны антимайдан по сути своей является опаснейшим мероприятием небезопасным мероприятием являлась и поклонная гора первый раз когда мы стали как бы разрабатывать концепцию гражданского противодействия оранжевой чуме мы всегда понимали что ты оказываешь гражданское противодействие силы столкнуться то ты как бы развязываешь конфликт значит всегда разрабатывалась до предельной тщательности все что не превращала с нашей стороны противодействия в конфликт и все что не позволяло состояться никаким провокациям говорить нет майдану в день когда рядом с тобой проходит оранжевое шествие когда люди уже собираются ставить палатки это нормально говорить это за неделю до того как происходит как бы это майдан или квази майданное шествие не знаю кем они будут эта ошибка это делать нельзя но к этой ошибке к сожалению все не сводится поймите что такое айтимальданное действие в чистом виде это как бы ответ на excess но это же может быть и началом excess а и все люди тогда вовлеченные в этот excess если он слабый это просто драка участвует хулиганских действиях статья такая-то а если он сильный и там уже все как на грушевского участвуют применение несанкционированным оружие а это уже другая статья и даже если они каким-то благородным образом что-то сделают как они потом будут так сказать позиционироваться в стране где это все благородным образом привело к стабилизации я понятно говорю они являются первыми жертвами как бы пост стабилизационного периода потому что с точки зрения стабилизации мавр сделал свое дело мавр может уходить а этот ушедший мавр осуществлял незаконные действия значит либо он кем-то должен быть как бы охранен и тогда он в зависимости от этого охраняющего его органа не надо расшифровывать какого именно того же который занимается законно всякое так сказать как бы правоохранительной деятельностью либо он оказывается под ударен этому органу либо он уже занимается чем-то другим он не стабилизирует с тем чтобы отойти в сторону а он как бы начинает процесс и дальше он хочет так сказать бежать до конца дистанции но это отдельная история и про другое когда вы начинаете антимайданную акцию и если вы серьезные и относитесь к этому серьезно то это означает что на хулиганье на клин клином да на митинг митинг на драку драка да на грушевского соответствующий ответ а после этого что вот вы на это ведете людей как бы если это серьезно если это шоу это отдельный вопрос вот серьезно вы на это ведете людей считая что будет стабилизации вы отойдете в сторону вы отдаете себя полностью в руки те кто будет осуществлять стабилизацию а что кто-нибудь что-нибудь особенно сказал спасибо там за поклонную гору кому-нибудь да что то я не вижу этого даже в микроскоп и никто не знает как именно пойдет эта стабилизация в любой стабилизации все крайние это шлаки правильно здесь это стабилизация что вы готовите сказать способ отхода то сказать самих себя шлак я могу могу готовить себя в этот шлак во имя родины да но я никогда не поведу шлаки людей которые идут за мной мне доверяют никогда и пусть все это знают я очень хорошо понимаю что это такое и я никогда не так сказать окажусь в роли бобика который отдаст себя на волю пост стабилизационного периода вообще и структур которые занимаются правоохранительной деятельностью в пределах пост стабилизационного периода в частности я 25 лет назад это не сделал как говорил один из герой басен ты сер а я приятель сет значит что осуществила суть времени я как режиссер если вы занимаемся тем не менее айти майдана анти майдана а в момент когда мы вышли с красным маршем угроза прямая была люди выходили в этот же день с нами на сахарова правильно в этот же час если мы занимаемся айти майдан то нужно построить концепцию в пределах которой с одной стороны быть жесткая форма а с другой стороны тысячи процентные алиби от экстремизма вот нужно построить равновесие между двумя моментами это тончайший вопрос с одной стороны должна быть жесткость формы потому что в противном случае не будет никакого анти майдана а с другой стороны должно быть тысячи процентов алиби от экстремизма и вот тогда когда равновесие двух этих тенденций есть когда вы встраиваете некий коридор говорите сюда нельзя и сюда нельзя вот тогда вы действуете ответственно значит жесткой формы был марш шли марширующие колонны понятно да это было жесткостью а стопроцентным алиби от экстремизма было каждое слово каждый лозунг точное обозначение того что вот это граждане они быки не тетушки и продуманность каждой речи и постоянный разговор о том что мы мы действуем только на основе закона о необходимой самозащите закон о необходимой самозащите если по отношению к нам применяются средства нападение который требует от нас там удара значит удар и так далее у нас есть необходимая защита себя мы обязаны себя защищать себя коллектив родину у нас есть законное право оговоренное в уголовном кодексе в других документах только она я говорил тогда дружин не будет общее содействие там наведению порядка не будет ничего не будет потому что это пристегнуться к власти и каждое слово кроме того поскольку пошла колонна то у нас была возможность вести впереди эту колонну а сзади нее все другие структуры которые есть и это было не потому что мы кого-то хотели загнать за мажа и выпитить себя а потому что мы твердо знали что себя мы контролируем а все что за нами нет мы не можем это выпустить на сцену потому что прозвучит все что угодно тысячи процентный контроль потому что создание антимайданного действа является невероятно ответственным опасным мероприятием требующим невероятной тщательности контроля выверенности деталей и всего остального разговоры о том что там какая-то красно-черная гамма это тоже абсолютный бред потому что цвета кубинской революции это цвета шотландской гвардии охраняющий королеву великобритании это цвета еще бог знает чего и так далее тому подобное да не в этом же дело дело в том что к этому моменту бандеровцы причем крайний правый сектор уже выходили маршем но поскольку они маршем ходить не могли то они вот так держались за руки друг за друг на квали руки на плечи и вот так вот вместе шли и наши корреспонденты либеральные в том числе все время кричали скажите вам не страшно вам не страшно это же так страшно тогда мы не нарушая никаких законов попросили всех своих членов походить строем в течение двух недель в этом есть нарушение закона вот что они ходили вот так нет да мы одели их одинаково выдвинули посоздали соответствующие шеренги и у готовящегося к постановке палаты ко всему остальному оппонента вышедшего на сахару возник шок они до сих пор опомниться не могу а чатам хаоса один из ключевых английских центров так сказать действительно элиты и действительно влияющих на вэропроцесс право специальное совещание по поводу красного марша со теории и сказал что это уже слишком и все аргументы чатам хаоса я потом услышал от тех кто пытался кричать что-нибудь по поводу красного марша но все что кричали потому что больше кричать было нечего было только одно почем красные куртки сколько заплатили за куртки все на этом все кончилось потому что ни за что больше ухватиться было невозможно и так день в день это первое день в день или позже противном случае любой крик не бывать майдану а где майдан понимаете да день в день или позже никак иначе второе жесткая форма при одновременной демонстрации тысячи процентного антиэкстремизма полный контроль за всеми речевками и лозунгами железобетонный контроль военный абсолютная централизация мероприятия они какие-то там каждый кто хочет делает что хочет мощное продолжительное содержание и постоянная оговорка в пределах содержания что никаких незаконных действий мои дорогие хорошие и все прочие я и в журнале профиль и в других местах постанка чтобы стариках не хотел ничего плохого я не имею права считать что кроме старикова это кто-то опекал я из этических соображений должен считать что никто не опекал но даже если предположить что кто-то опекал и какие-то отношения какой-то так сказать опеки это имело то все кто опекали тоже не хотели ничего плохого а наоборот хотели показать что они еще более мирные что они современные что у них не маршируют а ходят как на карнавале и вообще все гораздо лучше чем красный марш и они бы все это показали и ничего бы особенного не было бы если бы не убийство немцова а начиная с момента убийства немцова они несколько раз влетели в уже крупную неприятность вполне вполне соразмерную всему перестроечному скверному действу потому что это вполне соразмерно например двери си и лопаткам сапер нам это вполне соразмерно вильнюсу вполне соразмерно черному январю в боку почему потому что тогда ходе перестройки нужно было собрать все силы которые могут ей противодействовать и однажды их скомпрометировать вместе вот всю кучу главной силой которую нужно было компрометировать чтобы состоялась перестройка была армия вооруженные силы советского союза их непрерывно нещадно компрометировали до такой степени что не в ходе преступного так сказать разрушения державы не после него в виде офицерских собраний тогда они уже никогда не могли опомниться никогда в этом состоял злой гений александра николаевича яковлова это высокий класс и раз за разом они на это нарывались раз за разом теперь все собирается до кучи все то что должно бы было реально противодействовать этому сам майдану товарищи наши у нас не нет никаких претензий если только беспокойство о случившемся все это собирается за кучи начиняется всем там господин федоров просто там слава богу он в хвосте был колонны но он просто уже ну упражнялся на тысячу процентов там вопросов просто очень много но там и остальное все было там с одной стороны был гламур и невинность а с другой стороны экстремизм то есть вместо того чтобы добавить жесткой формы на анти экстремизм они поставили мягкость формы на экстремизм в результате всего этого дела оптимистического настроя одних и очень жесткого коварства других вот в результате вот вся эта группа оказалась серьезно скомпрометировал поскольку все таки не господин сариков не госпожа цыганов ну никак не могут быть зримыми символами так сказать такого сурового рыцарского действа да то естественным символом этого действия стал господин саблина господин саблина твердо верю как я говорю я верю обещаю верить хоть сам того не испытал не буду дальше цитирую но хорошо значит господин саблина хаерю и хочу верить абсолютно конструктивный человек но он такой человек таких габаритов которым всегда можно завидовать каждому до мужчине до соответствующему биографии он должен действовать но он не должен представительствовать понимать он не должен это олицетворять и никаких прямых связей всего этого дела с уважаемой организации боевое братство быть не должно тут спутано опять аминь спутано чем-то другим потому что одно дело активная фаза действий а другое дело спасет фаза паблик их нельзя связать друг с другом линейно меня бесконечная горечь по поводу того что российская активная гражданственно патриотической части общества не может освободиться от некого упрощенного представления о действиях она непрерывно лезет в каждую расставленную ловушку а когда впоследствии новая газета обнаружила связи господина саблина с господином кадыровым выдумала эти связи или обнаружила круг окончательно замкнулся известно что в исполнении убийства бориса немцова подозреваются бывший замкомандира батальона вв мвд рф север заур дадаев и бывший боец этого подразделения беслан шаванов отдельный специальный моторизированный имени героя россии ахмат хаджи кадырова батальон север входит в состав 46 отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск россии им командует герой россии полковник алибек демельханов родственник героя россии и депутата госдумы адама демельханова бойцы севера неоднократно награждались государственными орденами и медалями были награждены и дадаев с шавановым 46 бригада в целом не была обделена вниманием ее неоднократно посещали высокие чины и шефы члены организации ветеранов локальных войн и спецслужб боевое братство во главе с сенатором дмитрием саблиным одним из организаторов антимайдана ну что непонятно о чем я говорю вот сейчас произошло организованное официальное все огромные действия в связи с праздником крыма я хоть слово плохое скажу о них замечательно организовано готов всем поаплодировать кто это делал все правильно все дисциплинированно все хорошей форме потому что существующая система привыкла устраивать праздничные шествия за все хорошее мы все за крым и она его устроила и все пели и все радовались и все прочее ну надо понять что как бы антимайданный комитет антимайданной шествия не имеют к этому никакого отношения это абсолютно другая форма великолепная машина 600 mercedes это очень плохой катер для езды по озеру мэти машины и разделяются не только по тому хорошие они плохие их функциональному назначению самая плохая лодка с двумя веслами вас перевезет с одного края озера а мерседес не перевезет если он не амфибия попали по полной программе и что говорить что не попали то попали теперь посмотрите как попали значит вот это стиль александр николаевич яковлева у него должен быть преемник убежден что меня сейчас слышит когда это будет в интернете значит смотрите вот все то что могло бы здесь участвовать да а его по нему мы занули фигура номер один все одной пулей по нескольким целям это вот стиль за николаевич от изящества если надо так чтобы все все побежали так чтобы друг за другом и все всех мы за хорошо если у этого есть какая-то гипотетическая опека которую я отрицаю из моральных соображений то по ней тоже мы занули фигура номер два и сильно я же кто-то сделал были соответствующие консультанты если это так я говорю я с не давать им отвергаю такую версию но если она есть то вот так фигура номер 2 дальше вся операция с ненцовым да она в любом случае сильно ущербно для президента операции номер 3 она сильно ущербно для сил который по суд эту зону не немцова это своим чередом а зону это зона ответственности фсо номер 4 обнаружение связь чеченского следа и это уже написали много раз является ударом по рамзану кадыровым номер пять удар по рамзану кадыровым является ударом по кавказской стабильности номер шесть а далее господин танковский другого год а чё же они не выходят то они же говорили что выйдут сколько бы раз мы не ходили чё же не вышли не вышли естественно потому что как бы морального права не имели шоу траун и марш да но теперь я чуть не вышли а вот сейчас опять будет опять вы идите номер 7 и это только по минимуму и какой же это мастер устроил такую композицию никогда в жизни я не говорил и не буду говорить что я раскрыл каким заговором если раскрою я прям сообщу имена ситуацию фактуру от хорошей жизни это не делаешь потому что обычно даже если раскрыл следишь дальше за процессами ставишь правильные маркеры да а не болтаешь но есть вещь который я обязан сказать я который я обязан всех вас спросить еще еще раз спрашиваю еще еще раз зачем приехал стрелков донецк если он приехал сам по своему собственному позыву сердца то он должен вести себя как фидель кастро и там подымать народные восстания да не ныть по поводу россии на на помощь на помощь на мы гибнем и гибнем зачем фидель кастро так себя не ведет ничего гевары себя так не ведет никто правильно да и сам стрелков много раз всячески подчеркиваю что он не фидель кастро не че гевары что все это на несколько это он так говорил но не прямо по тексту мимики и всему бы низкоорганизованная субстрат этот и абсолютно интересует интересует вот российских войск больше ничего значит он поехал не как фидель кастро правильно значит дальше он не поехал как спецпоручение с путина за которого он себя выдавал как натуральный остап бендер под это люди которые там уже подняли настоящее повстанческое движение они отдавали ему власть ну как же иначе потом приехал мандат даже провинция да она же не понимает зачем приехал не как прямой поручение с путина он приехал не как представитель партии войны которая говорит да езжай туда зажигает там пожар а мы тут будем на коленях платить президента сдвинуть свое решение в нужную нам сторону потому что тогда он никогда бы не связался не с просверни нам не с мемами в виде войска не путин слил до этого не бывает на счет он приехал не от партии войны хотя и я этой партии войны не могу прощупать в элите он не приехал не по поручению господина малафеева потому что спали малафеев не свободный художник у нас нет олигархической среде свободных художников а если свободный художник однажды дернется ему сказать цыц нужно один день или одна минута так как то он туда приехал но я могу получить внятный ответ кто послал послал некий x но он же послал создан был безумно слабый очаг и он всячески купировал стрелков он не хотел чтобы он был сильнее он рвал все что его связывал с местным населением славянские так далее еще расскажут про это много значит был создан этот маленький очаг под этот маленький очаг украинцы хунта вместо того чтобы оцепив очаг его ликвидировать очаг почти не трогала а стала зажмурившись лепить по мирному населению с тяжелого оружия что является фактом сгодна земель и геноцида потому что есть неадекватно использование вооруженной силой даже если они считали что это террористы а мы считаем что это повстанцы они обязаны были окружить этот очаг снайперами и всеми прочими и добиться его капитуляции или его вывода ареста до сдачи ареста ликвидации они не имели права использовать тяжелую технику и они использовали ее не по этому отряду до по мирному населению причем таким способом чтобы на одного убитого было как можно больше согнанных земель и они согнали миллионы что является осью доктрины бандеры и шухевича осью надо уничтожить или согнать маскалинах без этого украина не потанцовывается это было сделано было дальше этот очаг начал свал без всякой цели отдал половину территории пытался захватить полную власть донецке увести все из донецка и это все рассказал стрелков он также рассказал что действовал без приказов вопреки приказам и так далее вопрос о наличии отсутствию оружия будет разобран еще так что дальше будет некуда потому что все известно естественно всему свое время еще его было и оружие и вода и продовольствие все остальное никто его напрямую так не атаковал что вот ему либо умереть либо бежать кроме того он отступал не в кроматорск они которые можно было защищать и не в дружков которые бы еще легче защищать он ступал вообще в донецк и сам же сказал что хочет идти дальше сконцентрировав власть у себя и уйти так его что на это посылал x значит x его посылал зажечь маленький огонек и проследить что он будет маленький под маленький огонек осуществить большой сгон земель после этого бежать постоянно обвинять россии и путина перебежать на территории россии поднять мятеж а поскольку о том что перепутали самолет украинцы под удар говорю не я а очень авторитетные инстанции тут тут все складывается весь пазл складывается и я вполне знаю на украине людей вполне связанных с нашими представителями элиты которые вполне способны нарисовать такую композицию реально значит и мы можем говорить что этот x и есть российско-украинская группа которая работала на эту ситуацию имею ли я право при этом сказать что я раскрыл заговор нет конечно я высказал гипотезу с моей точки зрения аналитически безупречную а если в ней есть изъяны сильвупле я открыт теперь дальше персонаж уходит на территорию россии все это обсуждается он уходит со всех должностей он является тут свободным художником и он разъезжает встречается так сказать бог знает кем-то сказать в регионах и он находится под чьей-то опекой также не бывает что подобного рода ситуациях свободный художник творить все что хочет он же не во первых он не свободный художник это написано на его челе крупными буквы во вторых то что сделано это что сказать произошло говорит о том что он отнюдь не фавори был бы он фавори мы бы вы видели утром вечером и везде на всех канал мы его не видим то что не фавори элита держит нос по ветру а поездки идут это что означает это значит что x есть и что имея изначальный план номер один который я только что описал совместные с украинцами сейчас имеет план номер два и он в состоянии он не настолько могущественным чтобы обеспечить фавору пока not yet не сейчас но он достаточно могущий чтобы обеспечить прикрытие как называется такая система группа в элите значит эта группа есть и даже после всего как на хулиганил этот товарищ в одном регионе дальше было сказано ну ты ты там ты так сказать скажи что любишь путина и давай дальше шуруй он сказал типа это было почтено люблю путина и он поехал гулять по городам весим и почему я не могу считать что этот же x выстроил цепочку которая состояла из какого создания какого-то этого антимайданного комитета шествия антимайданного комитета убийство немцова подставку под убийство каких-то людей да что я еще прокомментирую и дальнейших шагов например какого-то сбора международных правых сил в санкт-петербурге чтобы еще окончательно писать там есть вполне здоровые силы вполне нормальные люди нельзя всех мазать одним цветом темным и потом мы все прекрасно понимаем что сегодняшнем антиглобалистском то есть как бы антиамериканском движении всегда будут крайне правые и крайне левые да она устроена из этой песни слов не выкинешь поэтому сказать вообще ой-ой-ой-ой-ой-ой там то какие-то там стрелы и так сказать да это же такие стрелы да это же такие организации да они же так близких фашизму не мой стиль но в этой цепочке это вкусно это уклон который будет обязательно выдан за фашистский кем он не являлся и это соединение всей цепочки от черной сотни и дальше со всеми остановками она вся есть и она вся беспомощна поверьте мне крайне правые силы и вообще правые силы европы таковы что когда сильно скажет циц америка они лягут никакой помощи от них не дождете ее нет значит возникает вся эта цепочка а дальше меня может спросить скажите это вот вы красивую картину нарисовали или что-то под этим лежит я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство и кто не может сейчас сказать там кто убил немцова меня во всем происходящем впечатляет поведение нашей либеральной элиты одна вещь они все тянут непрерывно нити к рамзану кадырову потому что им надо их совершенно понятно что с этой точки зрения задача то если есть она состоит в том чтобы выбить все силы которые могут быть автономной поддержкой да мы все знаем что рамзан кадыров верен путин и что неизвестно сколько там возможностей есть этой автономной силой поддержки но ясно не равна нулю и что наши либералы невероятно давно крысились на за это на кадырова и там подымали на него там какие-то русские силы с одной стороны они говорят что если это тянется туда то она не может быть международной украинской но дорогие мои во всем расследовании непрерывно фигурирует ближайший соратник рамзана кадырова причем кроме каких не хочу сказать ничего плохого но этот соратник известен как крупнейший внутренней элитный и международный литерный коммуникатор это обсуждала вся москва латынины белковский кто угодно все я по этому поводу написал большую книжку кто называлась качели книга качели была написана сергеем кургиняном в 2007 году и опубликована в начале 2008 книгу предваряет предисловие подписанное председателем конституционного суда валерием зорькиным в этой книге кургинян рассматривает очень крупный конфликт не между либералами и силовиками а внутри сообщества кремлевских силовиков кургинян призывает к миру он видит в этом конфликте огромную стратегическую опасность он предупреждает что тут победителей не будет в ходе этого конфликта 31 октября 2007 года в газете завтра вышло письмо не довести до беды с аналогичным призывом подписанные владимиром крючковым николаем леоновым вагифом гусейновым вячеславом генераловым евгением колгиным это последнее предсмертное письмо владимира крючкова в книге качели кургинян настаивает на том что организуемые сливы подписанные людьми чьи фамилии по сути ничего не значит антоном баумгартеном вадимом штольцем наташей барч и другими обнажают очень крупную реальную ситуацию причем обнажают ее примерно так как научно-фантастический роман аналитическую записку на основе которой он написан кургинян призывает читателя относиться к написанному как к информационной войне войне компроматов он говорит что безоглядное доверие к сообщаемой информации абсолютно губительно вместе с тем он настаивает что воюющие стороны время от времени выдают нечто существенное порою весьма искаженном виде в главе так все же мебель или пара политика сергей кургинян обращает внимание на тексты представляющие собой смесь дезинформации так называемой пурги то есть пустого нагнетания эмоций и очень дозированных сведений заслуживающих серьезного отношения последнее касается прежде всего реальной игры крупных элитных групп с международными связями к международным относятся российско-украинские связи которые существуют не сами по себе а в свою очередь замыкаются на арабский мир иран китай британию соединенные штаты и крупнейшие транснациональные сообщества еще раз подчеркнем что кургинян настаивает на том что буквальным сведениям доверять нельзя но что одновременно они заслуживают серьезного внимания кургинян указывает в книге качели информационная война ведется по полной программе двусмысленные авторы нагнетающие истерику пишут о том что силовая группа сечина это якобы раковая опухоль проевшая страну что эту опухоль надо удалить что путин видите ли ужасен но если он удалит раковую опухоль то великий баумгартен точнее тот кто маячит за его спиной его простит так либо вы говорите нам что это все тянется туда и прямо называете там брата как командира и самого этого элитного оператора который с точки зрения элитных операций значит больше чем рамзан кадыров рамзан кадыров публичная фигура такой народный лидер вождь нации да с точки зрения элитных операций конечно господин демельханов значит больше и нет в москве ни одного идиота который не знает как именно осуществлялись элитные операции в москве включая там все что касалось так сказать московской группы так называемые до своей наушкова его супруги и так далее и нет людей которые не знают как эти связи являются международными а кто не знает много лет назад это обсудили только потому что тогда это обсуждала вся москва так что я должен считать что все те кто это обсуждали никого я собственно говоря просто фиксировал вот еще сказано вот еще сказано вот еще сказать вот еще они все оглохли да у них все следы стерты они указывают в эту точку одновременно говорят ха 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 какой международный след но есть же пределы наглости или их нет либо 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 вы тянете этот след твоего в один шаг выкидываете на украину и соединенные штаты либо не тянете этот след мне то представляется что этот след так сказать сконструирован и в любом случае он сконструирован под эти удары и я не могу ничего сказать кроме того что я 25 лет занимаюсь закрытой аналитикой моей интуиции тоже это сказать мне что-то подсказывает интуитивно это все не конспирологическая схема а реальная это единая цепь событий а тогда каков субъект я много раз объяснял что такое подобного рода аналитика используя аналогии с геофизикой который я занимался вначале это ситуация при которой вы обнаруживаете как исследователь до любой некое магнитное поле а вы не знаете что там лежит консервная банка руда там сказать в конце россыпь сульфидов вы знаете есть магнитное поле вы тогда должны добавлять другие поля чтобы понять все таки что там происходит или пробурить и не зря называл контора глубинного бурения это не случайный термин это действительно контора глубинного бурения она же кгб то есть ситуация когда ты добуриваешься оперативными методами до точки и знаешь точно когда что у тебя есть данные у нас оперативно-розыскной деятельностью оба имеют право заниматься такие такие структуры я никогда не занимался не имею права все поэтому всегда может быть высказано некая аналитическая более-менее достоверная гипотеза то же самое делать следователю у него у которого есть косвенные признаки там следы крови да там какими отпечатки пальцев еще что-то и он из этого строит кривую но по которой он должен обнаружить преступника это все называется теория обратных задач дамы решаем обратные задачи до обратные задачи неоднозначны но как их не решать ситуации когда на карту поставлена стабильность стороны в конечном итоге судьбы мира потому что если бы задача состояла только в том чтобы рассказать плохо или нет организован какие-то мероприятия да ради бог хорошо организованы очень хорошо замечательно классно вопрос сейчас не об этом если люди которые это слушают не понимают о чем вопрос то я все-таки скажу о чем он он о том что в тот момент когда все будет не разобрана и все будет продолжаться эта слепота висеть будем на разных ветках одного дерева и и хватит валять дурака и непрерывно ныть о том что я там кого-то хочу компрометировать я спасал и спасаю как умею не обессудьте как в донецке так и здесь и и прекрасно понимают слушатели что когда дело доходит до этого спасения то вдруг ты все время выступаешь единственном лице потому что остальные почему-то отпрыгивают угадайтесь трех раз почему тут все время что-то новое на обнаруживаем от господина стрелкова все закричали что путина заговорщики уже арестовали что вообще сдавайся сдавайся так далее могу всех разочаровались никто из этих заговорщиков никого не арестовал вот обратная ситуация скорее возможно чем это вопросы болезни также так сказать как бы как интерпретация некой паузы в политической активности президента притянуты за уши и вообще почему надо разбирать только негативные события которые могут создать политическую палку замуж не уместно какой позитивное крайне события почему все время на такой черный интерпретационный код заговор элиты набирает обороты произошел за это стрюков это называется вор который орет держи вора если есть какой-то заговор да то он связан вот с этим и все больше ни с кем и и это конечно является заговором в пользу украины кстати и заманивание наших войск на территории украины на прямой лобовой это тоже в интересах украины я тоже покажу ну вот а дальше там а по заговор элиты и дальше кит действия ходоковского были крайне двусмысленные от участия в боевых операциях восток почти всегда уклонялся но фактов прямого перехода на сторону противника нет так и таковых были ли подобные планах сказать не берусь вот у стрелкова все было не в плане а в реальности государственная измена если господин кургинян напишет хотя бы слово в осуждении предательской позиции ходоковского если сравнить его мы 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 с власовым киньте ссылку я посмотрю я отвечаю поскольку там находится наши ребята что для меня все равны кроме стрелкова потому что он осуществил предательство избежал он беглец он человек нарушивший присягу все остальные для меня равны никому я не дышу более тепло чем к другому никому я там вообще не прислоняюсь слава богу армия днр уже становится не армия отдельно так сказать там политических фигур а регулярной структурой сколько надо будет столько стоит времени там бой сражаться наряду с другими никак себя не выпячивая как только будет сказано что-нибудь по поводу того что армия стала совсем регулярно и ничего это не надо будет все делано то что надо для дела все приклеивание меня господину ходоковскому отклеивание меня они для меня все равны и я всем отношусь одинаковый теплотой ко всем ко всем кто не убежал ко всем кто не выведен за штат и ко ко всем кто выведен господину безлиру я отношусь так же хорошо как по и захарченко исполнил ходоковском и так далее кто как себя поведет не знаю никому не являясь ни братом не сватом там есть генеральный прокурор то есть был он сейчас выведет тоже в москву и что вот тоже абсолютно честным человеком вот абсолютно честный человек хороший военный все таких-то масса каждый кто не сбежал не сдавал территорию каждый кто не участвует в мутных мятежных операциях вот каждый для меня брат я каждому восхищаюсь и всем помогаю никаких избирательных симпатий в чей-то адрес в сути времени нет и не будет это ее выли и к чему-то там пытались каким-то там бортам пришвартовывать все братья всех любим всех уважаем всем помогаем никакой разницы здесь нет а будущее покажет кто как себя поведет потому что конечно и это нужно понимать что произошло на украине и данной территории тоже произошла катастрофа почище ледникового периода почему потому что вот здесь наверху лежал весь рельеф той же донецкой элиты в несколько слоев сетях металлы и другие сказать депутаты группы конфликты там же не один там есть много людей очень хорошо вписанных в элиту мудрых с большими возможностями оперировать и в гораздо большими чем у господина ахметов гораздо большим сроком пребывания на территории и когда ветер под названием какие-то бандеровская хулиганье сдул все это понимаете все это все януковича партию регионов элиту с региональные слои все оказалось в дуто что напоминает только чуковского тараканище все то где-то вот в этих щелях оказались какие-то люди загнанные всей этой верхушечной системой именно в эти щели что с ним там делали что они умеют как работала беспека с кем она работала она естественно работала больше всего в крыму и на донбассе где еще работать то что во львове что ли и вдруг все это какие-то просто народные люди ниоткуда они вышли вдруг оказалось что это они формируют новые ли то они и честно говоря потому как это брахло сбежала и слава богу что они потому что так как она сбежала это все перри пытаются впрыгнуть поезд кто как умеет это же невозможно потому что все эти деревья которые выросли там неважно они кустарники деревья так далее они обросли тысячами людей бронетехникой возьму ресурсами и всем остальным они уже элита и никто никуда от них не денется а как они себя поведут они сами еще не знаю я хочу обратить внимание на то что не только стрелков это сказать вот какая-то часть людей которые мне казалось что что-то еще понимают вдруг начали орать как резаные гидар джима все путина арестован кого-то его фотки надо идти к стенам кремля освобождать а баба это либо психопатия либо очередные провокационные действия связанные с тем что надо все раскачать да но это не может не охарактеризовать какой-то странный климат в россии и об этом климате надо сказать пару слов вот я там выступаю по телевизору да кто-то говорит более ярко кто-то меня вот меня все время преследует одна мысль что россии брошен историей колоссальный вызов колоссальный неслыханный какого еще никогда не было а все пытаются его не увидеть и уж никак не выработать на него ответ а история устроена так что есть ли нет адекватного ответа на вызов то это называется уничтожение не давший ответ цивилизации глобальный или региональный вот не дает она ответ на вызов она уничтожается и все поэтому колоссальный страх действующей элиты экспертного сообщества увидеть этот вызов увидеть его и дать на него ответ вот есть главная угроза современной россии да и нет не говорите черного-белого не называйте дорогие товарищи я не знаю что там заговорами и закона вы посмотрите на простейшего картинку вот есть ситуация которая есть всюду в мире вот это лидер да дальше идет некий аппарат внутри которого есть его ядро которая называется система же аппарат идет районы там бюрократии да есть системы существенная спецслужбистская другая есть систем после нее есть элита который связанные со системы все есть класс а потом уже есть общество народ ведь это же так в любой стране мира теперь реальная охота идет на этого лидера он объявлен там демоном целью номер один как бы предметом особо яростной информационной войны я еще раз объясняю как это выглядит и чем тут отличается россия от запада это надо понимать и это невозможно понять пока ты с этим не поработал вот ты имеешь дело предположим то отставным руководителем какой-нибудь западной спецслужбы представителем элиты и всего чуда вот когда это отставной руководитель нашей спецслужбы он читает газету но как крючков читал это говорит что это за фигня вадим санчин говорю а это значит что пресса начинена костной и потерявший нюх агентурой он же не говорю просто агентурой гору костной и потерявший нюх такое слово потерявшая нюх агентурой как собаки до гражданскую войну бабушка готовила из какой-то картофельной оладьи чтобы накормить голод а ее брат держал собой борзую миссию звали борзую и это мисс сожрала с огромной сковородки все оладьи бабушка сидела плакала ее брат не говорил что что на дело что что на дело она же нюх потеряет так вот конечно если позволять агентуре жрать оладьи с раскаленной сковородки то на них потеряет она же не просто так его терять природа есть в чем-то обожралась но потерявший нюх как это низ до косной агентуре ариста никогда не добавлял чьей именно агентуры он понимал что все понимают кто у нас в прессе ведет агентуре это был еще мягкий упрек в сторону человека которому он всю жизнь полемизировал выяснял отношения поскольку человек еще жив я не буду называть его фамилию так всем понятно значит в этом смысле как бы пресса начинена костной и потерявший нюх агентуре но это скажет крючков увидев комте хорень в газете вид что эта хрень уличья эта газета он быстренько сообразит что к чему и скажет руководитель западной спецслужбы или бывший министр обороны или руководитель военной разведки на западе никогда себя так не поведет вот он какую газету свою читает передовицу и главные аналитические статьи он все запоминает и все это для него есть истина в последней инстанции потом он приходит свой клуб играть бриджи в гольф или во что быть еще и там он понимает что все будут разговаривать на языке этих передовица аналитических статей а также базовых сайтов сейчас да потом он должен прийти какому-нибудь действующему олигарху которым он должен там оказать консультативные услуги потому что как не велика пенсии как нехороши условия жизни но все равно нужно зарабатывать семья все прочее он с ним должен опять поговорить на этом языке и он понимает что если он на пати где там жарится мясо на гриле в гольф клубе в бридж клубе или с этим олигархом или своими действующими коллегами или с политиками или на конференциях поговорить не на этом языке он будет изгоем поэтому он должен этот язык вжиться как актер для мира и для себя и для супруги и для детей и для бриджа гольфа олигархии коллег у него есть эти статьи значит если в этих статьях колоссальном количестве экземпляров сказано что путин такой-то и такой-то то 25 раз это повторить в разных местах когда он это все повторить еще еще раз он в это поверит когда он в это поверит у него сформируется образ этот образ уже будет разбить невозможно при определенной частоте построение при определенной экспозиции да этот образ проходит точку необратимости невозврата он становится реальностью и даже если он знает где-то в глубине души что это не так из по своим либеральным коллегам которые его там оскорбили и десять раз отойдя в сторону оглянувшись и посмотрев что никого нет рядом может сказать путина на вас нет или там пришлите к нам на три часа путина да значит но это это совсем отдельно работа это другой разговор в работе есть у тебя враги оперативной информации все прочее сектор ты в нем работаешь но он никогда в широкой компании не скажет как кто такой йоси геноцар может не будет этого говорить там все видели что шарашили шарашили по палестине а казино стояла абсолютно так сказать не швахнувшись да и все знали куда эти нити идут но никто же об этом не говорил и не и это же не входило в оборот разговоров о палестинском терроризме это разные миры этому миру не положено быть все люди долго занимавшиеся этим проверьте интересно говорят об элите в устной речи они никогда не будут писать уже не считаю что писать надо не то что говорить написанный текст и текст говоримой это не одно и то же значит там постепенно вся эта машина складывает определенные образы всего как полагается думать и все что не полагается тут россия в этом смысле ментально всегда была во все века намного свободнее чем западный мир и сейчас но тем более россия действительно страна в этом смысле хулиганская значит рано или поздно этого лидера а они ведут за ним охоту отделят до страна шла на запад и повернула с помощью этой лидера вот так неизвестно куда это куда она здесь идет она крутится никаких новых стратегических ориентиров не заявлено страна состояла из группы которая хотела полноценного слияния запада то есть превращение как бы россии во францию или германию объединенной европы и неполноценного то есть расчленение и по кускам то есть все хотели полноценного естественно кто-то соглашался и не на полноценное а кто-то нет путин уперся и вместе им еще какая-то группа даже не определенная и произошло от не сейчас а где-нибудь году 2006 седьмом значит теперь стало ясно что он существует отдельно и что а так а тут каждый элемент поведения построен вот так весь отбор шел так что я кому-нибудь новость говорю что если у тебя нет международных связей если ты не позиционирован в каких-нибудь международных элитах то ты просто крепостной никто ты выходишь из этого состояния есть у тебя есть все это что называлось самым похвальным из того что могло быть иметь дворец в лондоне какой дворец самый был у него больше или в антибе не в ницце вообще где живет сказать мещанство и про а в антибе где живет аристократия вот там надо иметь все и все же гонялись почему потому что каждый приезжавший крупный босс смотря на него у него в антибе я к нему заеду а чем не в ницу ехать это же все время по выстроена так и она продолжает быть выстроена так теперь когда каждый из этих элементов когда это все страна слияния слияния а элемент который из которой она выстроена с линии а в воздухе витает только слиянка то в момент когда нужно обсуждать не слияние как это делать там все матрицы на это слияние там язык ориентирован на это слияние там все выстроено в этой связи и куда идти а ведь наша элита выстроена странно если бы все сводилось каким-нибудь прозападным там холеным фигурам высыпать даренко и говорит нас было там 300 чем-то миллионов их было там 500 до теперь нас сто их 800 и у нас границы были там они теперь здесь значит гордун который все понимает кричит так что же делать пауза я говорю смотреть на все преимущества вот действительно сми гибче это гибче как бы разочарование в западе есть это есть ведем гибкую многомерную войну здесь экономика здесь это сидит какой-то выросший замечательный так сказать росток этой самой элиты отнюдь не европейской и он используя все слова там их не и так далее говорит о том что войны не будет на президент сказал какие войны и тут же говорит холодные все в голове полный сумбур полный понимаете полный сумбур и самое страшное заключается в том что с одной стороны действительно гады которые холодно смотрят как все это расчехвостить а с другой стороны вообще непонятно что она может патриотично может нет в основном она все время думает о том как держать нос по ветру и так далее и тому подобное но ведь недостаточно же просто чтобы все это держало нос по ветру то есть какой-то момент то что слишком сильно интегрирована запад и понимает что дело швах она начнет отходить господин лесен это только первый пример такого отступления на заранее подготовленные позиции уверяю вас что это совсем не мелкая фигура в решающем секторе наши элиты информационные то очень крупные фигуры и очень умная властно и все прочее до свидания вы сами тут еще попрыгайте без меня я отдохну все варианты мягких желаний куда-нибудь уйти с магистральных направлений же прощупываются пройдет еще сколько-то времени и слава богу что-то просто отсеется но останется то что вот это вещество которое можно загонять на любые эти таскать антимайданы и крутить как угодно есть железные правила системы железный правило стоит следующим лояльность президенту обязательно война между башнями кремля допустимо эта война ведется либо через посредников сми журналисты то сюда но не напрямую же не два там не знаю высоких чиновника выступают в газете и хают друг друга это запрещено а либо еще более тонкими методами написание аналитических записок шепотками бог знает чем еще по правилам этой войны нельзя на улице давить на президента требуя отставки фигур в системе понятно ни на какого президента на путина в особенности всякое требование оппозиции требуем чтобы отправить все уже теперь не могу может и хотел но не могу значит все эти требования федоровские лечит еще этого 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 убрать означает абсолютную безопасность этих людей называние пятой колонной людей из команды главы государства запрещено уличные требования этих отставок случае если хотят чтобы они состоялись запрещены и контрпродуктивные обсуждение того что только страхах остановит и в конечном итоге наша задача перейти к физическим действиям запрещено в кубе четвертой в десятой степени все это было нарушено и мне все равно по большому счету дуре это или что-то другое менять мне никогда страшным сне так сказать не пришло бы в голову выступить со сцены сказать путин мать я требуем чтобы ты отправил в отставку на кудрина но мы всегда говорили я выступал на поклонной горе говоря противник политики путина я никогда не называл себя верным путинистом эти люди сделали марш за путина да они назвали себя верными путинистами и они требовали соответствующих кар по отношению членам его команды улично это что можно просто сойти с ума они много ли сумасшествий то есть бывает что их просто становится много это просто сплошной кащенко это тоже гипотеза но либо это кащенко либо это то что я говорю вот этот x но в любом случае нельзя же чтобы все эти элементы все они выстрелились по прежнему и повернулись просто след за президентом президент вел сюда да потом взял и пошел сюда а они-то обусловлены всем семьями капиталами ментальностью идеалами предыдущими обязательствами всем обусловлены идти дальше но кто-то повернет а кто-то нет и не повернувши или те кто не могут повернуть зададутся естественным вопросом а с какого ляду это все происходит в чем дело и что делать дальше что делать дальше почему и что делать объясните обоснуйте но по поводу этого вопроса глухой заговор молчания уже начиная вот это лекция эти суть времени выступление в интернете рассказал ну подумайте ну подумайте пожалуйста почему вдруг это кандализа райс почему она вдруг говорит что мы поворачиваем на ближнем востоке так что все наши бывшие союзники а теперь наши враги в египте а почему потом это повторяют все члены команды обамы почему это становится консенсусом двухпартийным американской элиты почему они потом зачем это не кардаши с которым они дружили мубарака с которым они супер дружили всех подряд уничтожают этого ассад который вписан во французскую элиту так как никому здесь и не снилось безумно вписан это не так что есть знакомые по всем уровням вся семья во все закрытые структуры во все что можно почему они его начинают уничтожить чем и мешает хусейн кроме того что каддафи дал деньги сарказья хусейн дал деньги бушам и рано или поздно это будет обсуждено чем еще он им не угодил что сделал он коммунист он друг россии советского союза он кто америка на фоб он часть их элиты значит врагами стали почему они одновременно говорят crisis of national state крах висфальской системы почему они все это говорят потому что оказалось что не надо всю эту периферию мира тянуть в развитие кончился этот балл погасли свечи модерна никто не хочет развивающихся национальных государств все хотят архаизации архаизации не может быть без дробления этих государств надо раздробить на племена на что угодно и без полного подавления свирепого кровавого воли к современности и навязывания воли к архаике что может делать только исламизм тогда возникает огромная глобальная деревня но к ней нужно пристроить соответствующий глобальный город а дальше когда это дебилизация дойдет до конца можно уничтожать только сколько нужно из этого человечества пропорционально росту производительных сил совершенству новых машин количество людей которые нужны чтобы обеспечить всем чем угодно это новая концепция мира это не сказка это не моя выдумка в этой концепции россии места нет я не знаю что они собираются делать с китаем и вьетнамом и странами азии вот этой но россии в этой концепции места нет она приговорена на лишняя страна если такой халифат строит там то конечно такой же лишней страной становится израиль да кому нужен в море халифата зачем в жерзинске говорим посмотрите как просто было бы управлять миром если нет страна имея ввиду не россии а дальше все это должно катиться туда юго-восточную азию россия в этой ситуации вопрос не путине россия обречена либо снова выходить какое-то сверхдержавное качество как ей не не хочется да ей очень не хочется его ползать но в сверхдержавную роль либо сливаться а у нее не будет обычной роли все слова многополярном мире обо всем прочим это хорошо бы но это пустое и не зря не китай и не индия и не страны это сказать с миллиардом населениями растущими в семь восемь процентов производить на миссию на россия в ее состоянии оказалась опять на острие антиамериканизма так мир устроен а дальше возникает вопрос а что это за порядок то про который говорят что новый мировой порядок мы будем строить против вас на вашей территории за ваш счет но мировой порядок будет строиться против вас на вашей территории за ваш счет что это за порядок ну хорошо россия погибнет она не хочет но она должна пожертвовать собой расчелениться и так далее а будет прямо раз земной но тоже абсолютно бесчеловечный порядок по всем понятиям это пост человеческий мир ну говорил сколько можно что вот это вот единственное что ну схватываю в этой теме всей этой детской всегда считал что там много каких-то переборов там какого-то сдвига уже в какой-то так сказать так сказать избыточный там фундаментализм и во все прочее но есть одна принципиальная вещь что есть и раньше раньше совсем еще недавно в этом мире говорила что надо всячески скрывать от младенца которого взял что-то это приемные родители да и всяко что говорить что свои свои папа с мамой чтобы была любовь то теперь а этого не скрывают б за это получают деньги значит этот ребенок гарантированно будет жить без любви а он человеком не станет без любви значит ставка идет на то чтобы он не стал человеком все там других ставок нет а это крупная ставка и не зря это детская тема вызывает такие ярости и все прочие такие страсти и кипения и она так крупно это не только там бизнес на органах или на проституции и он же куда-то катится этот мир считалось что госпожа берксет перебирает а теперь суды которые подтверждают что она не перебирала да и так далее и тому подобное значит действительно это какая-то цепь мутации мы говорим о гражданском обществе по гегелю или кому-то это классический капитализм но после него было потребительское общество это было уже совсем не гражданское после его общество спектакля после него еще какое-то и никто не удосужился не здесь сидящих не из этих консервативных наших мудрецов прочитать внимательно книгу поппера открытое общество его враги а я однажды летом потерять все лето чтобы сделать конспекты до сих пор не писал книгу еще по этому пошли времени нет открытые от общества это анти общество это не общество которым все ездят по разным странам мира это общество ликвидированной семьи мне не должно быть семьи категорически вообще общество где человека нет абсолютно управляемости и вот там в этом районе финальная мутация капитализма вот там он завершится перед все эти возмущения сегодня это как это классика да а мы хотим гражданское общество они слушают про гражданское общество думают то какие дикари какой гражданское общество где ты граждане уже даже не консюм значит даже если мы пожертвуем себя на алтарь этому обществу мы вдобавок всему получим от так иначе строится то зачем мы должны участвовать строительстве ада еще участвовать так чтобы нам собой жертвовать если это от значит тогда встает задача как бы выдвижение другого мироустройства не такого как они предлагают да а это и есть функция сверх за державы сверхдержава это не страна с какими-то такими такими-то возможностями сверхдержава страна с достаточными возможностями который говорит что у нее другой взгляд на мироустройство но этого взгляда нет и собрать вместо него так сказать консервативный отстой переходящий в унтер и консервативный это ничего не сделать песок плохая замена овсу написал вот в этом новой работе право на кислород который является как бы не хестом конечно же что надо иметь дело с консервативными силами не с фундаменталистками не с реакционами с консервативными надо с классическим капитализмом но это же уже не классический капитализм там же уже понятно что когда люди берут название золотая заряка это же что за золотая заря это кровли причем классический капитализм да очень много взбудораженных ультра консервативных сил в мире который на самом деле просто в американцев и не знает куда им идти и чем они уже себя называют какие не берут символы но это же все равно не ну ты с этим не сработаешься значит внутри этой системы возникает простой вопрос этот аппарат он куда пойдет это или так куда пойдет эта система куда пойдет этот класс куда пойдет и куда там этот лидер и народ это что такое это через что а а если все это идет не туда и идет только народ то нужно же разрезать все связи которые так сказать все могут соединить вот это и поэтому нужно сначала собрать это все потом это все облить дерьмом вот этим потом еще указать на других людей понятно да в этом есть красота в этом есть работа мастера и нельзя чтобы люди которые вообще не понимают что такое работа воевали с теми кто является мастерами своего дела они всегда проиграют никакая мощь мышц не может так сказать человека который только дрался на улице так сказать противопоставить мастер спорта международного класса по боксу это невозможно удачи Продолжение следует...